Слава Иисусу Христу! Приветствую вас, дорогие друзья! Будьте благословены, будьте наполнены Божьим Духом! В мире люди наполняются чем угодно, кто чем, а мы, дети Божьи, наполняемся Духом Божьим, потому что все живое на земле произошло благодаря Святому Духу. Земля была безвидна и пуста, и была наполнена Духом, и поэтому здесь появилось так красиво, столько красиво, и природа, и флора, и фауна, и люди, потому что был Дух Святой. Наполняйтесь Духом Святым. Это очень важно. Наполняйтесь Духом Святым. Когда вы не наполняетесь Духом Святым, для вас все как будто черно-белое, такое скучное. Но стоит вам исполниться Святым Духом. Все такое прекрасное. У вас праздник на душе, у вас песня. Вы все хотите видеть, вы все хотите обнимать. Не только в день, когда вы уверовали во Христа, вы сегодня продолжаете радоваться и славить Господа только по одной причине, что вы наполнены Святым Духом. Итак, тема проповеди будет называться «Пять братьев богача». Сегодня мы будем говорить на эту серьезную тему. И эта тема, она обращена к церкви, к верующим. Она также обращена к неверующим. Эта тема посвящается моим друзьям, те, кто в Господе, те, кто отошел от Господа, те, кто оставил Господа по какой-то причине, обольстившись или уставший, или разочаровавшись. Также эта тема посвящается всем, кому я когда-либо свидетельствовал о Христе. Это очень многие люди, разные люди, в разных местах. Если вы где-то видели мое лицо, и что-то вам говорил я, то вы знаете, что это я не от себя говорил, я говорил вам только ради вас, чтобы Бог мог войти в вашу жизнь и помочь вам. Поэтому будьте серьезно, предельно серьезно сегодня и послушайте это слово, потому что Бог хочет помочь нам и через нас хочет помочь другим. Не концентрируйтесь, пусть благословения Божьи не останавливаются только на вас. Как на Аврааме, не остановилось благословение. Оно потекло в народы, в народы, и в племена, не только в израильский народ, во все племена. Аллилуйя! Будем читать Луки 16 глава, из 19 стиха. Иисус здесь рассказывает историю. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали с трупья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И Вазапив сказал, «О, че Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами, утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Здесь мы видим историю про одного человека, и мы не знаем его имени. Мы не знаем, как его зовут. Ему просто дано определение, богач. Просто, знаете, по сегодняшним меркам, олигарх. Вот притча об олигархе. Вот такой был олигарх. Жил он в свое удовольствие. Жил, жил, и его жизнь прервалась. И то, как жизнь его протекала, так она и оборвалась. Все, кто приходят сюда на землю, всем положено уйти с этой земли. Здесь нет ничего постоянного. Здесь все, кто живет, все должны будут покинуть эту землю. Все, кто родился. И вопрос, куда все уходят? Знаете, кто куда? Честно вам говорю, то куда. Кто что выбрал на земле, туда он и пойдет в вечности. И мы видим, что жизнь богача, она протекала на земле очень шикарно. Он себе не просто ни в чем не отказывал. Он не только по выходным бухал. Он пиршествовал каждый день блистательно. Армани, Шмани и Дурани все было в его жизни. Он просто наслаждался, и он сгорел от удовольствий. Возможно, даже от передозы какой-то он отъехал на таком жаргоне. Умер от передозировки какой-то. Возможно. Понимаете, он умер. Про нищего сказано, что он желал, он лежал у его ворот, у его особняка. И он мечтал. Знаете, он о чем-то мечтал. Мы не знаем, почему он стал нищим. Мы не можем осуждать. У нас нет вообще никакой информации, кто это был за человек. Но у него было имя. Его звали Лазарь. Понимаете? У богача, которого, возможно, знали все в округе, мы не знаем даже имени. Все, что ценят сегодня люди, все, что дорого в глазах людей, это бывает мерзость перед Богом. И знаете, когда Иисус однажды вот перед этим, перед этой историей Иисус говорил, обличал фарисеев то, что они сребролюбивы, то, что они поклоняются мамоне, поклоняются деньгам. И написано, что они смеялись над ним. Они смеялись над Иисусом. Они насмехались, потому что деньги ожирели, деньги завели их в обольщение. И они думали, что если у них есть деньги, у них есть все. Я вам скажу, что за деньги можно купить только вещи. Только вещи. А вещи впечатляют человека только первые 30 дней. Все. Ты купил дорогую машину? 30 дней. Через 30 дней ты ездишь, как на обычной. Как в автобус заходишь. В обычной. Что бы ты ни купил, ты покупаешь только вещи. Ты не купишь любовь, ты не купишь сон, ты не купишь здоровье, ты не купишь ничего. Только вещи. Только материальное. И мы видим, что Авраам, он мучился. О, извините. Богач, он мучился. Мучился. Его похоронили. Понимаете? Вот смотрите, о нищем сказано, что он отнесен был. Умер нищий, да? И отнесен был ангелами на то место, где был Авраам, в рай. А умер богач, и там написано, похоронили. Возможно, там были какие-то почести. Много людей собралось. Кто-то что-то говорил. Понимаете, провожали человека. А зря. Зря этот человек вообще рождался на земле. Эта проповедь будет сегодня отнесена каждому человеку. Послушайте. Здесь каждый будет участвовать. Здесь столько участников в этой истории. Здесь больше участников, чем мы думаем. Здесь не только богач задействован. Не только братья задействованы. Здесь отец задействован. Потому что дальше, в 27 стихе, когда Авраам сказал, что я ничем тебе больше помочь не могу. Он говорит, я мучаюсь. Дай мне хотя бы попить. Не попить. Поймите, о чем мечтают в аду. Что вы думаете? Люди ни о чем не мечтают в аду. Они продолжают мечтать, чтобы кто-то окунул в воду пальчики и помазал. Вот о чем мечта. Мы сегодня говорим, у нас плохая зарплата. У нас там то, у нас все. Кто-то говорит, у меня там болезнь. Я хочу сказать к вам сегодня. Вы неимоверно счастливый человек. У вас мало денег? Ну они же у вас есть. Вы же не умерли с голода. У вас болезнь. Ну вы же живете. Вы же знаете, куда вы пойдете после смерти. Иногда мы думаем, что у нас проблемы. Я вам скажу, у этого человека проблема была. Наши проблемы исчезают на фоне этой проблемы. И он мечтал, потому что он мучается. Понимаете? Он не отмучился, а он продолжает мучиться. Продолжает. Из мгновения в мгновение он продолжает мучиться. Мучиться. Там нету радости. Там нету фана. Дальше. Он продолжает переходить их разговор богача и Лазаря. Перерастает в другую сферу. 27 стих. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего. Знаете, здесь еще присутствует отец. Отец, который не научил своих детей верить в Бога. Он сам жил такой жизнью роскошной, грешной. Поймите, я сейчас сделаю большой акцент. Быть богатым это не грех. Из-за богатства, из-за богатства люди не попадают в ад, имея богатство. То как человек обращается с богатством, вот это последствия того, что человек оказался в аду. Давайте мы определим, что богач разговаривал с кем? Кто подскажет? С кем вот сейчас он вел диалог? С Авраамом. Авраам был бедный человек? Он был самый богатый человек в округе. Самый богатый человек. И Бог ему дал это богатство. Богач не разговаривал с бедным человеком. Он говорил с богатым человеком. Мы видим диалог двух богатых людей. Так в чем же разница? Неужели этот богач попал в ад из-за богатства? Послушайте, мы все знаем, что Иисус Христос умер. Воскрес. Аминь. Сто процентов воскрес. И живой во веки веков. Но когда он умер, в чей гроб положили тело? Мертвого Иисуса. Богатого человека. Какие женщины служили Иисусу, чтобы его служение поддерживать? Материально. Богатые. Понимаете? Богатством можно служить. Послушайте. Не будьте противниками богатства. Нищета, она всегда атакует богатство, потому что существует зависть. Можно быть богатым и добрым. Например, Иов. Он сам говорил, когда я видел человека нуждающегося, я помогал. Я положил там завет с глазами моими, чтобы не смотреть на девицу там и так далее. Он был честным человеком, преданным, но он был весьма богатым человеком. Итак, здесь разговор не богача и нищего. И мы не говорим, что на небо попадают нищие, а вот попадают все богатые. Корнилий, которому был послан ангел, был богатым человеком, сотник. Он служил Богу имением своим, и он не был рожден свыше. И Бог сказал ангелу, передай ему. И ангел приходит, Бог тебе передает, прямо сейчас, прямо сейчас от престола Божьего я пришел к тебе. Бог говорит, деньги твои и молитвы твои пришли на память перед Богом. Видите, можно иметь деньги и служить Богу, а можно просто развлекаться на деньги, плевать на всех нищих, плевать на нуждающихся людей. Неужели ему трудно было позаботиться об этом нищем, у которого были болячки и собаки были добрее этого богача, потому что приходили и лизали его язвы. и он нуждался, и он мечтал. А богача было настолько жесткое сердце, настолько он был собой занят развлекухой, что он даже не понял, что он оказался. Знаете, вот под кайфом он, возможно, и перешел в ад. И многие так переходят под кайфом в ад. И когда они просыпаются, они думают, что это сон. Они бьют себя по щекам, а это уже реальность, с которой надо смириться. Смотрите, 27 стих. Тогда он сказал, прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего. Почему он стал таким человеком? Почему он стал грешным? Потому что отец не научил его. Сегодня проповедь не то, как богачам. Знаете, есть богачи. Зарплату получил, фирму открыл, зарплату получил, купил себе джип, пальцы загнул, все рабочие сидят без зарплаты, он ездит на джипе, он себе там что-то покупает. Это глупо, это тупо, это смешно, это вообще такого быть не должно. Как только потекли какие-то деньги, он почему-то себя богом возомнил. Друзья, с чего? На самом деле богатые люди даже этого мира, очень простые люди, и у них не сносят башню, извиняюсь за выражение, все нормально с головой, они понимают, что это ресурс. И здесь отец, который не научил своих детей верить в Бога, возможно, он передал им наследство, возможно, в этой семье вообще не учили Библии, не учили Слову Божьему. И представьте, представьте, что будет чувствовать отец, который тоже пошел в ад, и он увидел, первый сын пришел к нему, второй, там было шесть сыновей, если этот богач и пять братьев, это шесть. И вы представьте, для отца, который, возможно, построил дом, посадил дерево, вырастил много детей, сыновей, все говорили, какие у тебя замечательные сыновья, мы равняемся на них, мы мечтаем быть такими. И они, один, в аду, второй, в аду, только люк открывается, эти двери ада, ворота ада, один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, представьте, родители, задумайтесь, что вы детям даете смотреть, что, о чем вы говорите, о чем вы даже не говорите, а должны были бы говорить своим детям, предупреждать их. И смотрите, и здесь он говорит, пошли его в дом отца моего, ибо, 28 стих, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Почему такая уверенность? Почему ты, богач, думаешь, что они придут сюда, а не на небо? Потому что он знал их образ жизни. образ жизни говорит, что ждет человека в будущем. Какой образ жизни мы сегодня выбираем? Иисус говорил, что есть два пути, есть широкий путь, и там можно делать, грешить, можно все, что угодно делать, и этим путем идут ноги, но есть узкий путь, там нельзя грешить, там нужно дисциплинировать себя. Почему? Ради той радости, которая ждет впереди. Я дисциплинирую себя ради радости, я вижу радость, я вижу свой финиш, Иисус, моя радость, и если я туда не дойду, зачем мне тогда нужна была вера? Многие не дойдут, потому что переходят с узкого пути на широкий путь, и этот путь ведет. В погибель Иисус говорил, и еще он добавил, что немногие находят этот узкий путь. Немногие они говорят, что-то он странно выглядит этот узкий путь, там как-то неудобно, там как-то дискомфортно, мне как-то вот в мирском обществе себя лучше чувствую, я как-то себя не очень чувствую среди верующих, ну а как ты себя будешь чувствовать в аду, где будут одни неверующие, ибо у меня пять братьев, смотрите, хоть этот, знаете, каждый человек, который попадает в ад, он уже не человек, он бывший человек, потому что он полностью теряет образ и подобие Бога. Послушайте, даже на земле, когда человек увлекается алкоголем, мы видим, как с годами его лицо меняется, демон алкоголя меняет, и алкоголики становятся похожими друг на друга, у них лицо преобразуется, я не знаю, как это описать, вы сами знаете, или наркоман, или еще какой-то преступник, у них лица меняются, они теряют образ и подобие, но на земле, к счастью, все можно менять, здесь можно измениться, здесь можно упасть на колени, можно от всего сердца попросить прощения и войти в небеса, но там уже этого нельзя сделать, вот почему беда, вот почему сегодня я проповедую, кричу об этом, чтобы каждый из нас задумался, эта тема не касается только богача, не касается только пяти братьев, она касается родителей также, почему, потому что все, кто живут, всем положено умереть, когда я хоронил маму 14 лет назад, сейчас будет 15, весной, это было на кладбище, как сказать, кладбище постоянно увеличивается, растет, оно как бы захватывает лес, вот эта полоса, и моя мама была, как бы, как сказать, в самом конце кладбища, можно сказать, то есть дальше был лес, не было ни могил, ничего, просто идет дальше просто лес и земля, через несколько лет я приехал на могилу, и я не мог найти, я не мог найти, я не понял, где, как, я помню, что вот здесь, вот это помещение, это здание, дом, где, где, это просто, кладбище так выросло, за несколько лет, оно так увеличилось, и ты просто осознаешь, на кладбище, послушайте, кто жалуется жизни, просто сходите на кладбище и успокойтесь, успокойтесь, вы еще живете, вы еще дышите, еще Иисус протягивает вам руку, у вас еще все можно изменить, даже если вы что-то не измените, и не успели, почему-то не получилось у вас, на небе все поправят, на небе инвалидов нет, если вы инвалид, на небе вы получите 100% исцеления, даже если на земле не получится, вы на небе будете скакать и плясать, как молодой, не важно, чем вы болели, умственная у вас была инвалидность, или физическая, не важно, там все будут счастливые люди, все будут молодые, Бог, он тоже молодой, он не старый, не дедушка, не помогают ему два телохранителя, пойдемте, мистер Бог, пойдемте, пойдемте, сядьте, сядьте, подождите, подышите, отдохните, он молодой, он светящийся, итак, богач заботится о братьях, он заботится о братьях, для него это ужас, он сам находится в ужасе, он не может понять, он не может привыкнуть к этому, послушайте, то, что находится в аду, к этому привыкнуть невозможно, ко многим болям, ко многим обстоятельствам и ситуациям, человек привыкает, например, умер кто-то, человек, у него был шок, но через два, три, пять лет, он привыкает, он как-то адаптируется к этому, оторвало руки, ноги, он не мог жить, он не хотел жить, но потом привык, послушайте, то, что в аду находится, к этому привыкнуть невозможно, потому что все чувства, все органы, все задействовано, и все кричит от ужаса, поймите, там не только пить хочется, вы не думайте, там очень много сожаления, там очень много сожаления о упущенных возможностях, о том, что ты оставил узкий путь, о том, что ты мог сейчас быть с Авраамом, ты мог быть с Богом, а ты сейчас здесь, ты будешь жалеть, там очень много сожалений, дай Бог, чтобы ты не жалел от своего решения. Итак, он просит, чтобы Авраам послал Лазаря на землю, чтобы тот рассказал к братьям, ну и давайте себе представим, давайте себе представим эту картину, приходит нищий на землю, входит в дом богача, богачей этих, которые веселятся, и говорит, есть ад, а они будут ржать, ха-ха-ха, они будут смеяться, они не покаяться, он не напугает их, вы знаете, как ваш старший брат сейчас мучается, они скажут, иди отсюда, мы сейчас убьем за эти слова, ты как вообще на моего брата полез? они не послушают, и Авраам конкретно сказал ему, Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их, у них есть Библия, у них есть Тора, у них есть Евангелие, пусть слушают, что написано, пусть слушают тех людей, кто ходит и проповедует, евангелистов. 30 стих, это ключевой стих, причина, по которой он оказался в аду, он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются, если сегодня кто-то свидетельствует, человек воскрес, он был в аду, он свидетельствует, что есть ад, он видел там многих людей, крутят у виска, говорят, ты что, дурак такому верить, ты что, ненормальный, пытаешься людям рассказывать, вот, женщина была в аду, с Иисусом ходила, ты ненормальный, это глюны были, это не ад, это галлюцинации, никто не верит, даже верующие не верят, что есть ад, не верят, смеются, тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят, не поверят, проблема богача, и богач, причина, по которой он оказался в аду, это не деньги, это не то, он оказался в аду, потому что он говорил, нет, и если он Аврааму говорит, нет, задумайтесь, он уже в аду, можно сделать заключение, что ты жил неправильно, ты не знаешь, как жить, у тебя нету знаний, как жить, тебе нужно было послушать людей, которые приходили, и приносили тебе знания, но ты говорил, нет, мне это не надо, бог это для слабых, для тупых, для необразованных, а я сам бог, понимаете, я сам бог, у меня есть деньги, что еще надо, мне завидуют многие люди, я покупаю любое удовольствие, я заказываю пати каждый вечер, каждый день, с утра до вечера, я оплачиваю все корпоративы, ко мне приезжают звезды, я услаждаюсь, я смеюсь, братья и сестры, которые следуют за Христом, продолжайте верить, продолжайте радоваться, продолжайте наполняться Святым Духом, и продолжайте свидетельствовать, это очень важно, очень многих людей, вы спасете от ада, вы спасете от неминуемой смерти, кто-то говорит, что ада нету, бог такой добрый, что он не создал ад, это ложь из преисподней, это очередная выдумка сатаны, послушайте, бог ни за что, не отдал бы своего сына на истязания, самые жестокие римские истязания, они профессионалы в убийстве, бог никогда не отдал бы своего единственного сына, если бы у человека просто какие-то проблемы были бы на земле, это самая жестокая смерть, которой умер Бог, главная причина, это ад, это куда уходят души, это будущее людей, вот почему Бог отдал своего сына, чтобы верующие в него, всякие верующие в него, всякие верующие в него, не погиб, не пошел в ад, но имел жизнь вечную, вот для чего Бог отдал, и на жестокую смерть своего единственного, любимого, родного сына, послушайте, он бы не отдавал сына на такую жестокую смерть, если бы у человека было бы все нормально. Субтитры создавал DimaTorzok